Лучше бы я сюда, наверное, не ехал. Вот это вы будете видеть каждый день. Надо делать рекламу. Здесь отдыхаете, да, ребят? Друзья, я в шоке от увиденного. Звукоизоляция, говорите? Вообще, что это такое? Смотрите. Качественно сделано. Это, конечно, безопасно. Знаете, такое ощущение, что кто-то переезжает. Это кухня. И какую красоту нам здесь сделал застройщик. Герметиком закрыли. Какой он маленький, друзья. Лифты работают с 9 до 18. Шикарно. Не дай бог застрять в этом лифте. Накурили, бычков набросали. Свет виден. Видите, в конце туннеля. Зачем вот это все? Здесь хочется плакать и выйти. Безликие просто дома. Огромное количество огурков. Грязь. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс ЦДС Приневский находится в Невском районе города Санкт-Петербурга. А теперь внимательно. Вид на Неву и городская прописка. Район со сложившейся инфраструктурой. Детские сады, школы, магазины, набережная и выезд на КАТ. Так написал застройщик на своем сайте. А мы с вами проверим, соответствует ли это действительности или нет. В комплексе представлены квартиры от студий до трехкомнатных квартир. 80 и более процентов от общего числа квартир занимают студии и однокомнатные квартиры. Застройщик комплекс позиционирует как комфорт класса с высотой потолка в 2,55 метра. А теперь очень внимательно слушайте. Согласно официальной информации Министерства строительства Российской Федерации, у 2-го корпуса ЖК Приневский перенесены сроки сдачи на 3 года и 9 месяцев. А у корпуса 19 срок сдачи увеличен на 5 лет. Ближайшая станция метро комплексу Ломоносовска до нее чуть более 5 километров. А до станции Дебенко около 7 километров 800 метров. Также хочу вам сообщить, что ближайшая остановка общественного транспорта примерно в полутора километрах от комплекса. Так что учтите этот момент, если приобретаете здесь квартиры для жизни. Из всех объектов, которых я был и снимал, это самый минимальный по количеству социальных объектов. Так, к примеру, в детском саду 92, школах 39 и 690, согласно официальной информации сайтов этих заведений, вакантных мест нет. Рядом с комплексом находится филиал поликлиники номер 8 с врачом общей практики и терапевтами. Комплекс находится примерно в 4,5 километрах от комплекса. Примерно в 2 километрах от комплекса расположен полигон бытовых отходов. Зато в шаговой доступности продуктовые магазины, шаверма и алкоголь. Однокомнатная квартира от застройщика на сегодняшний день стоит от 5 миллионов 900 тысяч рублей. Парковочное же место обойдется от 416 тысяч рублей. У меня в продаже в этом комплексе есть однокомнатная квартира от 5 миллионов 400 тысяч рублей. Решили приобрести квартиру в новостройке или на вторичном рынке? Нужны актуальные цены на недвижимость? Обращайтесь, друзья, я вам помогу. Напомню, что на сегодняшний день самая недорогая однокомнатная квартира с питерской пропиской вам обойдется от 4 миллионов 215 тысяч рублей. Рядом с комплексом возводится жилой комплекс «Квилонскай» со стоимостью однокомнатной квартиры от 4 миллионов 900 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточкино гнездо» квартиру на вторичном рынке можно приобрести от 5 миллионов 900 тысяч рублей. 11 января 2022 года застройщик сдал новый комплекс жилого комплекса «Приневский». Пойдемте посмотрим. Первое, что бросается в глаза, это просто отсутствие парковки. Вот сейчас у нас день, время 12.07. Обратите внимание, какое большое количество машин, то есть забито все. Ужасно, согласен с вами. Вот застройщики не думают о людях, не могут обеспечить нормального количества соотношения квартир и парковочных мест. Дорога, приоткрытые люки, тротуаров просто нет, либо они под глыбы льда. Протоптаны вот такие тропинки. И вот этот комплекс впереди. Ну, конечно, я когда на это смотрю, знаете, ну это просто какое-то гетто. Такое ощущение, что я попал в Мурино, в 21-й квартал. Даже, мне кажется, там, наверное, что ли лучше. Но вид у этих домов, конечно, очень сильно отличается от соседей. Обратите внимание, здесь хотя бы, да, винтфасад. Но как-то смотрится он намного приятнее, какой-то он более веселый. Но вот это просто какой-то, друзья, мрак. Также обращу внимание, что вот видите, серый цвет, это монолитные перекрытия. И они просто открыты. Их не закрыл застройщик. Соответственно, когда идет мороз, то бетон промерзает намного сильнее, нежели чем сама фасадная стена, потому что там идет бутерброд. Из кирпича, газоблока, воздуха или утеплителя. Все, 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 смотрите, все просто забито машинами. Грязь, огромное количество окурков, вокруг промка, лэп находится. Вот это паркинг, блин. Но зато классно на эффективности были. Да уж. Район, конечно, не очень приятный. Вот смотрите, вот что у нас с озеленением. Трава здесь, она, знаете, уже, видно, померла. Какие-то кусты, за которыми, к сожалению, видно, не ухаживают. Вот здесь кустики. Елочку недавно, видно, посадили. Все, больше ничего нет. Из плюсов, что мы видим, что нумерация подъезда и квартира, она сразу издалека видна. Недорогие двери. Отделка, конечно, вот смотрите, вот на само монолитное перекрытие. Только обратите внимание, смотрите, как ровно, красиво все сделано. Застройщик даже не удосужился это закрытым, окрасить. Или вот здесь выше. Видите, что-то пошло не так. Могли бы цементом выровнять. Но зачем? И так пойдет. И вот все равно уже купили. Детский сад во дворе, это здорово. Но вы уже сами знаете, что в этот детский сад не попасть, потому что вакантных мест нет, к сожалению. Маленький магазинчик лента. Вот тоже, да, вот смотрите, магазин. Почему нет урны? Вот когда ты выходишь, куда ты должен что-то выбросить. Почему этого нет, непонятно. Парковка, видите, все-все забито. Просто все в машинах. Давайте мы с вами сделаем кружок, посмотрим. Потом пойдем смотреть эти сданные дома. Безликие просто дома. У меня других слов нет. Знаете, вот сюда попадаешь, даже если было бы солнышко, здесь хочется плакать и выть. Когда вот видишь вот такое ужасное эконом-качество жилье. Могли бы, кстати, даже за эти деньги сделать нормальный, хороший проект. Но застройщик бы тогда заработал бы чуть меньше. Поэтому и строят вот такое безобразие. Хлеб, пиво, кофе, аптека, алкоголь. Хотел сказать ГТРК, но нет, ГТ, ГК-1. Склады. То есть здесь бывшая промка. Вообще это промышленный район, который сейчас активно застраивают. И вместо, по мне, вот, знаете, хороших, классных, ICDS насосные, нормальных, хороших проектов делают вот такое. Вон, уже все внизу пошло ржаветь, умирать. Во, в приемке нет воды, хоть это радует. Ну, а да, чтобы, видите, чтобы не говорили, обратите внимание, какой вид. То есть почему это не сделать сразу ровно? Почему не закрыть? Там даже если бы просто покрасили, смотрелось бы совсем по-другому. Вот здесь такие элементы типа дерева в входных группах. Но лучше, конечно, не стало. Входные группы. Группы в уровень с землей. Это радует. Большое количество стекления. Жиденькая очень конструкция. Очень жиденькая. Помогли мне, открыли дверь. Благодарю. Заходим, есть тамбур, коврик. Могли бы, конечно, сделать, чтобы он был внутри. Это было бы удобнее, потому что, видите, все ходят, он туда-сюда ее лозит. Но видно, да, вот по качеству, как все качественно делает застройщик. Небольшое количество, большое количество задолжников. Просто обратите внимание, вот нумерация квартир, и просто видно, что люди не платят. Управляющая компания здесь, кстати, тоже от застройщика. Но, возможно, они вот так и пытаются, люди, выразить свое недовольствие качеством жилья и качеством обслуживания. Просто не платят. Интернет отобит. Теперь называется Енева. Сразу заходим, попадаем в лифтовой холл. Нефты, лифты, стайнберг. Пассажирский, грузопассажирский. Нумерация квартир. Вот эта суперконструкция. Но она, кстати, здесь смотрится нормально, потому что такие более-менее цвета особо в глаза не бросается. Если вдруг кто-то там будет чрезвычайно какая-то ситуация, то сотрудники МЧС могут подключиться и общаться с теми, кто находится в лифте, с теми же сотрудниками, либо теми, кто, например, застрял. Здесь у нас, о, здесь намного теплее. Видите, она проходная. Выход у нас получается во двор. Большое количество почтовых ящиков. Почтовые ящики, кстати, ну вот они недорогие, но нормально смотрятся. То есть вот здесь молодец, застройщик сделал хорошо. Отсутствуют ручки. Это правильно для того, чтобы просто не открывали окна. Значит, вот так я делаю ногой и чувствую, как идет вибрация по монолитному перекрытию. Лифты еще зашиты. Видите? Последний. Вот застройщика. Можно и так сказать. Да, жутко строить CDS. Я сюда приехал, просто смотрю, господи, отсюда убежать хочется, кричать, просто заберите меня отсюда. Какое-то гетто, реально, даже в Мурино лучше, чем здесь. А вы же покупали? Боже упаси, в таком доме купить. Кстати, отмечу, что лифт хорошо едет. Видите, реклама CDS показывает, здесь есть указатель, сейчас по сумму, есть ли выше. Тихо. Вижу, что обшивка достаточно симпатичная. Ну вот, первое, вот смотрите, вот здесь, видите, сделал баннер убит, то есть смотрится намного прикольней. Если бы вот это было бы все закрыто баннером, то смотрелось бы лучше, потому что, да, закрыли лифт, все понятно, но его уже исписали. И такой, знаете, как заходишь в какой-то вагон реально строительный, вот такое у меня ощущение. В какой-то попал грязный, замученный вагончик. 23 этаж, мы всегда, я всегда поднимаюсь на последний этаж. И лифт, если не забудем, проверим. Выходим. Ну, здесь, в принципе, отделка очень похожа, что на первом этаже. Открыты короба, понятно, слаботочники что-то делали. Ну вот, не знаю, почему в ящиках не сделать обычный вот такой замок, не оставить. Зачем вот это? Это видно, что вот сделано позже, наверное, управляющей компанией. И здесь смотрится, ну блин, капец какой-то. Соблюдайте частоту, влажная уборка. 28-го числа была влажная уборка в 10.00. Убирали. Смотрите, значит, у нас здесь выход. Вот это когда делается, то я понимаю, что здесь когда-то в проекте был, забыл, как его называется, вот этот мусоросборник, да, как в панельках. Его здесь нет, они убрали это из проекта, потому что уже по нормативам СЭС это не проходит. Но вот вид, ну просто потеря, большое количество, потеря места. Зачем вот это все? Вот это зачем? Переходной балкон. Вот сейчас выйдем, посмотрим. Предбанник есть, это хорошо. Да, что-то вот здесь у застройщика что-то такое было. Выходим, друзья, на переходной балкон. Ну, отсюда открывается просто отменный вид на промку. Огромное внизу количество техники. Горячая вода, отопление, зато все рядышком. Блин, вид, конечно, просто, блин. Вот хочется просто кричать и свалить отсюда, прям вниз прыгнуть и полететь были бы у меня крылья. Вот видно, да, какие-то проблемы. Вот эта влага, то есть каким-то образом она попадает, видно, высылана. Вот они здесь, может быть там микротрещина какая-то в бетоне, поэтому вот это проходит. Ну, вот так не должно быть. При этом само примыкание закрыто мастикой, герметично. Вот не видно, чтобы там где-то было, чтобы там ее там не сделали, не доделали. И, да, вид, конечно, жесть. Особенно не понимая тех, которые здесь покупают. Я понимаю, да, это сейчас, к примеру, да, когда у тебя выбора нет, и ты просто покупаешь то, что у тебя есть. Но вот здесь дети расписали, то ли это стирали, знаете, такое ощущение, что немножко это все горело. Но вот сюда попадаешь, такой, господи, не знаю, какое-то бомбоубежище, что это вообще такое. Ограждающие конструкции, понятно, в эконом-классе будут экономные. Немножко утеплить, что здесь раздолбили. Поднимемся выше, посмотрим, что там. Ржавчина тут, видно, и видно. Уложанулись. И ничего не стали делать крепление. Или просто его переделывали. Когда это все интересно сгниет, сколько пройдет времени. Значит, самый последний этаж. Здесь разбито. Свет виден. Видите, в конце тоннеля. Здесь он виден. Дверь закрыта, доводчик сломан. Блин, просто дырень, друзья. И вот здесь, видите, тоже свет. О какой гидроизоляции можно вообще говорить, когда такое качество строительства. Вышел на последний этаж. Самый-самый, что ни на есть, последний. И вот здесь вот куча вот таких моментов. Обратите внимание. Монолит. Остатки опалубки. Это типа арматуры. Или там что-то связывали, привязывали опалубку. Ну вот. Вот так они и делают. Значит, здесь у нас чердак. О! И здесь у нас открыта, друзья, дверь. То есть я могу просто так зайти на чердак. Здесь какое-то оборудование. Обратите внимание. То есть что-то можно нажать, отключить, открыть. Вот так управляющая компания ЦДС выполняет свои прямые обязательства. Накурили, бычков набросали. Так все и оставили. Сами не уважают себя. Двадцать второй этаж. Есть нумерация квартир, где какая находится. Хо-хо! И обратите внимание. Хоть это эконом-класс, но здесь сразу понимаешь, что да, вот там 593-я нужна, а вот туда, соответственно, 604-я. Первое. Здесь тепло. Широкий очень коридор. И для эконом-класса достаточно неплохо. То есть нет каких-то труб сверху, как это часто бывает. Ну вот здесь только короб недоделанный, пленку там до конца не сняли. А так, в принципе, нормально. Нумерация квартир. Вот здесь выкрас такой сделали. Ну, смотрится прикольно. Двери все понимают застройщика. Раз замок, два замок. Стандартная китайская фурнитура. Сейчас его все ставят. Дверные глазки. Полотно, наверное, метра, если не больше. Ну, широченные двери, это, конечно, большой плюс. Гипсокартон. Вот это, похоже, бетон. Ну, здесь, знаете, сильно докапываться даже не буду, потому что это эконом-класс. Вот это все эконом. Вон, видите, как... Блин. Хотел закрыть, а она просто... О, защелкнулась. Так, сейчас мы здесь вам исправим, соседи. Блин, сейчас слов нет. Смотрите. Подрезали, да? А, нормальный. Так пойдет. Но коридор широкий. И как-то, знаете, вот у меня нет такого ощущения, что я попал в муравейник. Потому что в тот же северной долине, когда заходишь туда, там прохожешь. Раз, коридор. Два, коридор. Идешь по какой-то общаге, под тобой монолитное перекрытие трясется. Конечно, не все здорово. Здесь находятся у нас счетчики на тепло. Ну, в принципе, здесь смотреть больше нечего. Обращаю ваше внимание, что здесь 4 лифта. Везде есть указатели. Не в каждом бизнес-классе и комфорт-классе есть указатель, на каком этаже находится лифт. То есть, понимаю, этот на первом, этот на втором, на 23. пока будем ехать на первый этаж. Позвоним, проверим. Слушайте, оно нажимается, но непонятно, что нужно делать. Кстати, здесь, на что еще, кстати, обратил внимание, вот смотрите, друзья, не дай бог застрять в этом лифте. Куда звонить? Я не понимаю. На кнопку жму, ничего не слышно, не работает, ни звонков, как это обычно, ничего. Нигде здесь я не вижу, чтобы была наклейка, стандартная, кто обслуживает лифт, и, соответственно, куда мне звонить, если что-то случится. Ее здесь просто вообще нигде нет. Вот это, конечно, большой косяк. Это управляющая компания косяк. Свежее пиво. Темный снег. Вот смотрите, видите, курит, все прямо вот сюда бросает, все в окурках, просто все, одни какие-то курильщики. Но отмечу, что прикольные скамейки, симпатичные, есть урны, есть промка. Вот этот черный снег, мне кажется, будет до лета таять, или до следующей зимы. Наверху видно большое количество строителей, которые вяжут арматуру для будущих стен. Вот там ставят опалубку, кран что-то вниз спускает. Молодцы, работают. Вот видите, сколько машин. Все забито, все, ни проехать, ни пройти. Давайте внимательно рассмотрим только что недавно сданный дом в жилом комплексе Приневский, а вы обязательно подпишитесь на канал, а потом оставьте после того, как все посмотрите, ваш комментарий. Вот здесь должен быть асфальт, плитка, но вот здесь его нет. То есть они сдали, а благоустройства просто, как мы видим, нет. Вот здесь они закрыли территорию, ни газончиков, ничего. Ладно, там не сеете траву, сейчас холодно, например, нельзя, но хоть земля-то должна быть как-то выровнена, асфальт здесь должен быть или плитка. Значит, здесь с газоном, вот видите, что-то там было, навалили просто сверху, так и оставили. Вот эти продукты из цокольного помещения, конечно, смотрятся просто убого. Такое ощущение, что это, знаете, не сданный, не достроенный дом. Вот у нас соединяются две секции между собой, вы только обратите внимание, вот здесь немножко есть утеплителя, криво-косо, чем-то зачеканено, какой-то, скорее всего, такой же мастикой. Здесь все текло, видно, ну, блин, вид, конечно, просто удручающий. Вот у меня, реально, друзья, ощущение, что это просто не сданный, не доделанный дом. Должна быть либо камера, либо еще что-то, обратите внимание, ничего нет. Тут окна закрыты пленкой. Про монолитные перекрытия я уже говорил, почему-то все открыто. Обратите внимание, вот вход в подъезд, в уровень земли. Блин, почему вот здесь не сделать нормальный проход? Почему я должен вот так все это обходить? По мне, на самом деле, это какая-то большая дурость, и видно, что вот все вот так прямо идут. Почему так делают проектировщики, честно говоря, непонятно. Большие широкие двери, номер подъезда, нумерация квартир, криво, косо, вот здесь видите, камера, стоит, и камера, вот он, шнур пошел, вообще куда-то непонятно, блин, как так? Зато есть табличка, что там лифты, лифты работают с 9 до 18, шикарно, красавцы-застройщик, молодец. В 18.01 пришел домой, и все, иди пешком. Значит, кто-то уже делает ремонт, хотя квартиры с ремонтом, ЦДС строим для жизни. Блин, вот эту пленку бы сняли бы, что ли, позорники. Один, два лифта, всего лишь два лифта работают, из четырех. Есть нумерация этажности, нумерация квартир, ну вот сюда я зашел, ничего-то как-то это, четыре лифта, если будут выходить люди, ну, места не так много, как хотелось бы. Здравствуйте. Ремонт делаете? Посмотреть можно? Я тогда с вами. Вот от застройщика получается, да, ремонт делаете? От застройщика. То есть вас наняли, вашу компанию, и вы отделку делаете. Лифт обшитый, его еще не успели изгадить, как это обычно, кучу надписями и всякой фигней. О! Здесь у нас видно светильники, куча инструментов, пушка, чтобы было тепло, козлик, а, вам можно пройти, вижу. Так. Здравствуйте. Широкая дверь, здесь тепло, можно снять перчатки и посмотреть. Андрей. Азады? Очень приятно. Эти двери, парни, широченные. Зайду, посмотрю, вы не против? Благодарю. Два замка, как я уже, смотрите, друзья, говорил. Здесь у нас вот такое красивое панно, есть глазок, двери широченные. Недорогие, но нормальные. Ширину проема практически метр, 98 сантиметров. Круто. Сюда влезет и рояль. При входе у нас ламинат, здесь ламинат, здесь ламинат, однокомнатная квартира. О, благодарю. Так, электрики просили. Автоматы производства ЕКФ. Подписаны все группы. 63 ампера, С40, С10, С16, еще С16, еще сюда, там, 2-3 блока автомата войдут. Розетка, я так понимаю, под роутер, слаботочка. Это у нас антенна телевизионная. Обои под окраску. Обои, кстати, такие прикольные, рифленые, мне нравятся. Недорогие двери. Такие же мы двери видим, к примеру, в проектах от Сеттл Групп. Порожек здесь, порожек здесь, ванна. Значит, не буду лезть, смотрите, есть ли вообще заземление. Но трубы тоже открыты, плитка. Ну, вроде так, на первый взгляд, все неплохо. Например, у Сеттла мне больше нравится отделка. Плитка у них крутая. И здесь, видите, кстати, в отличие от Сеттла, здесь у них закрыты гипсокартоны, тоже плитка, смотрится лучше. Но у Сеттла, кстати, уголки круче. Здесь они просто пластиковые сверху. Видите, приклеили. Вот тут надо убирать, чтобы смотрелось лучше. И по сантехнике здесь, конечно, намного дешевле. То есть, она, видно, совсем такая недорогая. Проверять не буду, боюсь, что что-нибудь может затопить. Счетчики, фильтры грубой очистки, запорная арматура, тепло-шумоизоляция. Вот она. Слушайте, на трубу держится крепко. Это плюс. Помните, как в советских домах такие лампы будут? Освещение, конечно, ванне нужно будет менять. Это у нас кухня. Небольшая. Аналогичные обои под окраску. Есть вывод канализация, вода холодная, горячая, под установку плиты, розеточные группы. Вот так у нас выглядит вентиляция. Из блоков сложены стены. Висит лампочка. Но первое, да, вот смотрите, это кухня. Это та зона, где ты готовишь пищу, где нужно, чтобы было большое количество света. Если взять и померить дверное полотно вместе с... Ну, вообще, весь проем оконный метр двадцать пять, да, считаем. Ну, это очень мало. И обратите внимание, что сама дверь 65 сантиметров, как в советском туалете. Друзья, это очень мало. Очень-очень мало. Настроено не очень хорошо. Фурнитура бюджетная. Порожек. Здесь у нас плитка. Заходим на... Ох, какой он маленький, друзья. Он просто сам по себе маленький, так еще и узкий. 92 сантиметра. Да. Ну, в общем, как в советское время. Эконом, эконом, эконом. Вот это ограждение для безопасности. Да. И с ним еще не сделать. Почему? Если только вот так спилить. Потому что, видите, закладные идут вот сюда. Стенку. Держится крепко. Холодное обычное остекление. Освещение хотел сказать. Утеплять смысла нет. Ну, вот видите, с данным объектом что-то доделывают. Странно, конечно, по мне. Вот сама стройка видна. Сейчас приблизим. Вот это, кстати, окно глухое. Как его помыть с той стороны себе? Ну, вот придется высовываться, да? Вот смотрите. Захозь его помыть, нужно брать щетку и вот так высовываться. Ну, это небезопасно. Почему не открывается, непонятно. Ну, вот качество, да, от застройщика, вот оно просто видно. И еще у меня, конечно, вопрос вот с этим примыканием. Не будет ли здесь продувать-то бог-то с ним, он холодный, протекать. Потому что, когда влага будет сюда постоянно литься, то, конечно, не очень здорово. Испытание конструкции. Господи. Прошло. Нормативная нагрузка. Время нагрузок. 120 секунд. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целости не обнаружено. Декабрь 2021 года. Закрываем. Смотрите. Значит, это к соседям, чтобы не текло или не дуло. Здесь как раз так обильно замазали герметиком. Да? Почему здесь планку еще дополнительно не сделали, тоже непонятно. Ладно. Пойдем посмотрим. У нас еще есть с вами комната. Радиаторы, кстати, теплые. Подводка идет снизу. Была бы стены, было бы намного лучше. Комфортнее убирать. Двери, понятно, недорогие. Установлены. Проблем не вижу. Установлены нормально. Внизу нормально запасы. чтобы ничего не заедало. Комната. Комната тоже небольшая. Тут в комнате есть у нас такая небольшая ниша. Ну, вот сюда как раз, я понимаю, станет кровать. Рабочий стол. Айрбокс есть. Закрыл. Открыл. Все работает. Так, створка только на открытие. Рехау. Уплотнитель один из самых бюджетных. Но зато стекла, ой, стекла рамы окрашены. Смотрится прикольно. Это у нас должна быть створка очень плотно. И на вентиляцию, да. Сами стеклопакеты, обратите, друзья, внимание, двухкамерные. И, о, смотрите, герметиком закрыли. А шумоизоляции нет. Отверстие есть. Даже капельники есть. Ничего себе. Из всех моих обзоров, где я был в комплексах, это, пожалуй, самый экономный, то, что видел я. Но не самый экономный по цене, потому что в этот бюджет и дешевле на сегодняшний день можно приобрести аналогичную квартиру с аналогичной площадью. Нужна квартира, если нужно, звоните. Вышли из квартиры, достаточно широкий коридор, измерим ширину коридора, метр шестьдесят, почти, как написал один подписчик, есть норматив, по которому ширина коридора не должна быть менее метра сорока. Однушка. Однушка. А вот здесь, соответственно, должны быть двушки и трешки. Однушка. Ох, какой здесь классный людей вид. Смотрите. тарарараран. А из нашего окошка труп видно очень много. Блин, офигеть. На, вниз лучше не смотреть. Вот я честно отсюда просто хочу убежать. Ох, а здесь смотрите, какая планировка. Здесь у нас гардеробная в этой однокомнатной квартире. Какой-то блок. Вот здесь блок. Очень звонкий, а здесь монолит. Вот вам антенна, прямо сюда телевизор повесим. Датчиков налепили аж три штуки. Зачем здесь три, не понимаю. Так, заходим. Еще одна квартира. Это у нас, я так понимаю, на домофон, скорее всего. Трубки нет, не знаю, буду давать или нет. Кто принимает квартиры, друзья, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, дают ли вам трубки для домофона, либо нет. Бетон. Это плюс. Слушайте, дверь нормальная. Я бы, наверное, тоже не менял бы. Прихожая. А, это у нас самая дорогая однушка, она на две стороны. Раз и два. Ванна небольшая. Ванна и вот смотрите, первый косяк. Видите, вот сюда постоянно будет литься вода, то есть надо здесь самим что-то колхозить. если бы делали бы нормальный размер, то вот этого бы не было бы. Смотрите, она просто под пальцами променяется, а променяется пластиковая. господи, да. Ух ты, водичка потекла. Смеситель будет, кстати, другой. И вот, кстати, вот смотрите, тоже момент. А кто занимается эти водопроводчики, в общем, меня поймут. Смотрите, видите, то есть когда здесь делают тебе нормальный ремонт, то есть они делают так, что вот этого не видно. Вот это, конечно, косяк. Вот так не должно быть. То есть вот закрутили, а вот эта накладка должна быть здесь. Либо надо вот эту штуку, я не знаю, как она правильно называется, вот отсюда ставить. Либо, соответственно, нужно было изначально делать это хорошо и правильно, а не такие здоровенные выпуски. Ну, понятно, да, что здесь для обслуживания самые недорогие пластиковые лючки. Ну, в принципе, смотрится нормально, ничего здесь такого нет. Ну, и тут смотрится тоже вроде ничего, обычная канализационная серая. Из недорогих труб и все. Полотенце-сушитель электрический, это большой плюс. Ну, вентиляция, я так понимаю, скорее всего, обычная. Это же эконом. А вентиляция-то, обратите внимание, смотрите, это кухня, и какую красоту нам здесь сделал застройщик. Блин, ну, ЦДС, низкий вам поклон. Блин, ну, это так классно. Я всегда мечтал, чтобы у меня такая труба была и шла она на кухню. Обычная, классическая вентиляция, понятно, надо ставить мощный мотор для того, чтобы отсюда все высасывало. Есть ВВА-труб, ну, все остальное так же. Ну, здесь видите, тоже, да, вот, что-то, например, там, стол, стул, что-то затащить, но будет проблематично, если он будет широкий, потому что тяжело выйти. Ума, здесь плитка, там, видно, еще не положили, затерли, вот это все так замерзло, осталось, грязь, отсутствует подоконник, либо отлив, пароизоляция, пролезационной мастикой так неплохо замазали. Ох, ветерок-то сразу как пошел. Да, вид, конечно. Как вам вид, друзья, оцените по пятибалльной скоре. 5 это супер, 0 плохо очень. Но то, чтобы что-то здесь отмыть, блин, вот видите, уже все пошло, то есть ржавчина все побито, блин, вот оно. Как так делают, вообще непонятно. Качество, конечно, на высоте. Вот это, кстати, самые дорогие однушки, потому что они на две стороны. Квартиры называют еще бабочки очень часто. Кстати, скажу, что обои хорошо поклеены. Вот я от стыков вхожу, иду, вот смотрю, просто, а, вот он, вот он. Но он практически незаметен, если все еще покрасить, то вообще ничего не видно будет. Тут у нас окно во двор, в квартире, в комнате это тепло. Вот такой будет вид. Как вам вид, друзья? Либо вот Аквилон Скай. Квартиры даже дешевле, чем здесь. Понятно, да? Ну, здесь аналогичная ситуация, ничего нет. А здесь только однушки одни, да? А, двушка еще в конце. Пойду посмотрю двушку. Спасибо. Ох, не закрыто. Работы идут, ничего не отмыто. видите, здесь должно быть какое-то окно, его нет. Вот эти кабель-каналы смотрятся просто убого. Пленка защитная с них не снята. Так, однушка. Это тоже однушка. И это однушка. Чуть не забыл, давайте мы с вами, друзья, измерим высоту потолка. 2,58, даже чуть выше, чем обещал нам застройщик. Это у нас 23 этаж, последний. И здесь, видите, одни однокомнатные квартиры. Представляете, какое количество будет людей жить, сдаваться, продаваться и так далее. Ох, как тепло. Так, а на лестницу там я выйду? А, вот, здесь. специально оставили, что-то здесь должно быть, может быть вентиляция. Выйдем с вами на переходной балкон. Вот так выглядит переходной балкон в данном комплексе АЦДС. Напомню, застройщик 11 января сдал этот дом. Но вот смотрите, друзья, никакой компьютерной графики, это дорого. Сами видели, что творится в квартирах. Оцените сами. Нормально вот так сдавать или нет? Я все понимаю. Разная экономическая ситуация может быть страннее, но почему такое отношение к своим клиентам? Мне, честно говоря, непонятно, почему именно этот застройщик так не любит своих клиентов, которые принесли ему деньги за эти квартиры. Слышен шум, такое ощущение, то ли спускает воздух, то ли спускает пары, непонятно, но с открытым окном понимаю, что будет так все постоянно. Вот здесь вот, смотрите, видите, примыкание. Прилепили там заклепки или саморезы, там дырка, нормально. Герметикам не прошли, тут металлом закрыли, это, конечно, хорошо, чтобы влага туда не попадала, но, видите, надо было все красить нормально, заделывать, а здесь и так пойдет. так называемая шуба, я вот недавно узнал от инженера, спасибо ему за это, как вот это называется отделка. Ржавые петли, вот здесь дверь вообще не закрыли, видите, просто вот напылили, так напылили, все заляпали, бетон лили, не долили, а, и так пойдет, где наша не пропадала, все равно уже купили, все равно примут, ну и что, что вот это вот в таком все состоянии, документы, бумаги, куча мусора, управляйка все вынесет, она же наша, смотрите, вот так, смотрите, какая лестница, красиво, как вам нравится, друзья, цените, самый классный марш, что я видел за последние несколько лет, но я вот на это смотрю, у меня просто нет слов, вы за это все заплатили, вдруг вы забыли об этом, большое количество пакетов, остатков, видно, какие материалы применяет застройщик, класс, ну, чем-то вкусный, опа, смотрите, какой косяк, ограничителя нет, ручка, уже прошла, утеплитель, и вот там она внутри стены, здорово строят, красавцы, классный проект, но здесь аналогичная ситуация, знаете, такое ощущение, что кто-то переезжает, или здесь взорвалась бомба, брали террористов, и вот так все это произошло, оп, камера, да уж, а людям, я так понял, уже ключи дают, здравствуйте, последний этаж, 23-й, вот эти такие блоки, забыл, как блоки называются, это из гипса, тяжелые, но звонкие, вот так выглядит электрика, это, конечно, безопасно, вот так все оставлять, кто-то заплатит, ну что у нас, везде однушки, фу, да, именно в этом подъезде одни однушки, вот, кстати, как видно, видите, это монолитная стена, потом все это закроют, и ничего вы не увидите, кстати, в этом ничего такого страшного нет, все закроют, и все будет красиво, ламинат на подложке, время покажет, какого качества ламинат, на, кто примет квартиру, будет долго отмывать, а вот конденсат на окнах, это уже плохо, это означает, то, что мостик холода, находится вот здесь, а не там, красавчики, молодцы, петли красивые, с трещиной, вся в цементе, все как должно быть, но вот здесь тоже, все сделано хорошо, откосы, качественно, волны, волны, вот даже на камеру, смотрите, волна, видно, как круто сделали, молодцы, зато обоими пахнет, здесь аналогично, смотрите, как классно, вот сразу вопрос, как вообще приняли этот дом, куда смотрела госкомиссия, это очень интересно, ну что, попытаем счастье, поднимемся на самый последний этаж, смотрите, как качественно все окрашено, вообще супер, мне нравится, вообще красавчики, слаботочка, так и должно быть, вот так все висеть, чтобы где-то, когда-то кого-то треснуло, вот здесь мы видим, уже все треснуло, тоже какие-то блоки, вот такая, друзья, эта красота, выходим, у меня нет слов, когда я вот это, все вижу, у меня такое ощущение, что, знаете, я в другом регионе, каком-то нахожусь, это не Санкт-Петербург, блин, мокрый угол, здесь я понимаю, что вот это все, потому что вот мокрое, это гипсокартон, здесь все продувается, все текло, на потолке, вот тут все самое, ничего, красавцы, смотрите, как все, качественно сделано, а потом, когда говорят, что вторичное жилье, там, советское, это плохо, не знаю, там что-то такого нет, остальники, вообще красота, ограждающая конструкция тоже, да, ну понятно, да, эконом-класс, но они уже ржавые, грязнющие, кривые, а тут по стяжке походили, оставь свой след на новой стяжке, вот и проблема, вот сюда попадает влага, и течет вниз, там все отваливается, я нашел, застройщикам нужно меня приглашать перед сдачей, чтобы я прошел, посмотрел, ну вот смотрите, да, это что у нас, электрический кабель, ну классно, да, бетон, ровно, красиво, все, строим для жизни, видео так и назвать, ЖК Приневский, строим для жизни, да, это туман похожий, вот от этой штуки, надеюсь, там только пар, о, здесь открыто, ну я даже не думал, что можно другого чего-то ожидать, здравствуйте, смотрите, торчат провода, ничего не подключено, тут видна пена, надеюсь, там кровли сделаны хорошо, что-то должны были вот здесь крепить, не прикрепили, здесь обратите внимание, тоже как все висит, вентиляция, господи, господи, здесь лифты, я так понимаю, ходят, да, какая-то очень специфическая конструкция, очень, как вам? здравствуйте, слаботочку делаете? да, вот отсюда выходит воздух, вот сейчас все завалено, сейчас постараюсь найти, где, блин, какая здесь допотопная система, друзья, сейчас вам покажу, значит, вот они все, коллекторы, воздуховоды, правильно назвать, вот отсюда чувствуется, идет воздух теплый, видите, даже упаковка, вот это, видите, дрожит, потому что на улице холодно, здесь тепло, и воздух идет наверх, как только температура практически сравняется, вентиляция пропадет, вот сюда попадает вся влага, из вот этого места, здесь весь отработанный воздух из дома выходит сюда, это у нас канализационная труба, для вентиляции, да, канализация, вот она для вентиляции, так должно быть, значит, влага, которая попадает сюда, называется испаритель, обычно ставят металл, но здесь делали проще, делали гидроизоляцию, он попадает сюда, из-за тепла здесь, на тех этаже, влага вся испаряется, так, протечник пока не видно, оборудование несет достаточно низко, вот здесь можно сказать, ой, тебе кто-то ответит, вот видите, основной коллектор, здесь их несколько тоже идет, вот здесь у них утеплитель, пеноплекс внизу, кто-то туборг любит, классно, да, смотрите, арматура торчит, вот он газоблок, газоблок на клею, ничего себе, видите, тоже оставили, для потомков, следующий блок секция, смотрите, как сделано, опа, это можно посмотреть, что внизу, вот это, наверное, так и останется, класс, нормально, нормально, да, ну, вот тут уже, вот сейчас просто без комментариев, просто смотрите, пишите в комментарии, ваше мнение, должно быть так это или нет, качественно сдал застройщик или нет, нормально, да, звукоизоляция говорить, вообще, что это такое, о чем вы, друзья, ну, все, пойду обратно, у меня тут увиденного просто до речи пропал, сейчас еще вам кое-что покажу, сразу что-то не обратил внимание, я реально в шоке, друзья, я в шоке от увиденного, вот так будет лучше, обратите внимание, как вы считаете, будет сюда попадать влага или нет, а потом удивляемся, почему все отваливается, так и строят, поднимаюсь на самый верх, и здесь видите тоже, улица видна, ху-ху-ху, тут все открыто, здорово, так, положим вот это, валик, чтобы нас тут не закрыли, значит, вот отсюда выходит весь отработанный воздух, значит, первое, при сварке, окалина должна, вот это, отбиваться ее, не обилие, здесь аналогично нет, в общем, смотрится это жутко, очень, и, соответственно, это все должны были закрыть краской, уже пошла ржавчина, уже, я понимаю, что сюда может быть влага и не дойдет, но вообще здесь должна быть резинка, для того, чтобы это было герметично, но если смотреть на все остальное, про герметизацию, здесь можно и не говорить, ну, правильно, зачем они же, строят для жизни, не для себя, но вот эти, эти ограждающие конструкции, получается, на четырех анкерах, болтами закручены туда к стенке, вот эти направляющие, труба, открыто, нормально, могли бы прокрасить, знаете, когда автомобили вот эти, какой-то фигней покрывают, чтобы не ржамелый, ну, сделали бы так же, потому что, когда-то это все отвалится и сгниет, сама кровля, большое количество мусора, остатков строительных элементов, поддонов, от праймеров, от краски банок, вот это вообще у нас должна быть канализация, то есть сюда должна вся влага уходить, но такое ощущение, что она, уклонка сделана не супер, или может быть мне так кажется, отсюда идет пар, потому что тепло, вентиляторы видны, вот они, при помощи них должен дом бороться с пожаром, если такое произойдет, но вот видите, вот что вокруг, склады точно промку не снесут, господи, знаете, даже вот сейчас хожу здесь, и, ну, лучше бы я сюда, наверное, не ехал, потому что вот такие объекты, после этого, ну, и так застройщик не супер, вот у меня есть обзор черной речки, вот смотрите, вот здесь тоже, но здесь-то могли бы сделать нормально, почему вот такое примыкание, почему герметиком не прошлись, ну, красавцы, что можно сказать, работа же кто-то принял, кто-то их, соответственно, сдал, подписали акты, КС-ки, и все, деньги свои получили, до свидоса, больше никого ничего не интересует, грязь, песок, кирпич, да, видите, тоже, видно, сломанный, что-то с ним произошло, вот сюда и бросили, а чего выбрасывают-то куда-то вниз, накровали, все равно дом не рухнет, в канализацию потом пусть свалится, и все, но вот, видите, как много всего, постелили, наверное, чтобы не промокало, влага не попадало, да, вот я не понимаю, это заземление, или это просто остатки, арматуры, зачем-то вывели, непонятно для чего, при этом, хорошие вентиляторы, стоят нашего отечественного производства, веза, наплавляемая крыша, применяя здесь материал техно-николь, это наш производитель, достаточно качественное у них все, вернее, недостаточно, а то, что они производят, у них все качественное, вот смотрим кровлю, да, герметикам не прошлись, вот здесь, нет его, здесь видите, аналогично, здесь аналогично, попадать будет влага, потом будете видеть темные пятна на своем фасаде, ну, здесь видите, аналогично, вот здесь видите, тоже аналогично, то есть там просто не прошлись герметиком, и за счет этого будет постоянно попадать влага, вот сюда заходите, она, и вот так везде сделано, вот, красавцы, самое интересное, что этот дом кто-то принял, а не кто-то, вот вставлю акт ввода, разрешение на ввод в эксплуатацию, там будет написано, кто выдал это разрешение, значит, вот эта плитка, это специально ее кладут, где нужно по ней ходить, ну, зачем, пусть стоит вот так, нагружает кровлю, да, давайте туда пройдем, посмотрим, блин, тут даже браться за что-то страшно, друзья, потому что ощущение, что вот-вот что-то здесь отвалится, развалится, да, тоже, штукатурили, бросили, ему же не нужно, вот видите, да, сдали, сетка не поставлена, вот это, кстати, самая низкая, одна из высоких точек, я вот там был внизу, показывал вам, рассказывал про этот испаритель, видите, как качественно сделали, пустые, что-то тушили, что-то здесь, друзья, не тушили, ломик, вау, он ломиком бил прямо вот здесь, кровля мягкая, этого здесь вообще нельзя делать, здесь должно все и так таять, и вне стекаться, тут нет такой нагрузки, снегово, чтобы все провалилось, даже если там с два этажа дома засыпет, то ничего не будет, так, смотрите, это тоже все сдано, вот такое качество, вот так это все сдает застройщик, обрезки от базальтового утеплителя, тут проходит электричество, вот так это все закрыто, вот так, нормально, да, а вы главное покупайте, электроды, недорого, тут видно еще не доделали, но сдали, очень странно, все не доделано, но при этом сдано, вот у меня слов нет, когда я вот вижу такие объекты, вот здесь соединение двух блок-секций, здесь у застройщика должен быть базальтовый утеплитель, чтобы не было промерзания, вот это велотерм, это жгут, видите, он такой, в общем, грубо говоря, вспененный полистирол, он вот такой мягкий, его прокладывают, как раз примыкание фасадной и монолитного перекрытия, когда делают, для того, чтобы не было трещин, плотно его туда вгоняют, и потом все это зачеканивают, здесь мы на кролле видим все, огромное количество остатков стройматериалов, все так хаотично, разбросано, все это валяется, сами обратите внимание, да, вот это сдано, вот этот дом сдал застройщик, вопрос, как сдал, как сдал, вы сейчас прямо видите на своих друзья экранах, о-хо-хо, кат впереди, как застройщик сказал, с выездом на кат, кровля, водостоки, ладно, работает кран, слушайте, это мы выше кабины крановщика, офигеть, крановщик, кстати, каждый день лазает наверх и вниз, сюда можно посмотреть на стройку, на промку, да, то, что я вижу, честно, меня не радует, я очень опечален, это очень неприятно, такой лицезреть, такое отношение застройщика к своим жителям, так качественно сдавать жилье, напомню, что вот в этих двух секциях уже выдают ключи, встретил людей, какого у них там мама приобрела квартиру год назад, еще цена была адекватная, и, соответственно, пошли получать свою квартиру, в которой еще не достроено, потому что во многих квартирах идет ремонт, вот здесь мы с вами можем посмотреть пирог, монолитная стена, базальтовый утеплитель, и кирпичная кладка, я просто помолчу, даже ничего больше говорить не буду, утеплитель техно-николь, коробки дверные, ух ты, блин, придется вещи все пылесосить, о, видите, вот, ну-ка, ну-ка, национальная пожарная компания, да, завал полнейший, круто, и сюда не зайти, пойдем этаж ниже, раз дали принимают, то, по идее, должны были все передать, управляйки, видите, как все, классно, да, закрепили, блин, сейчас сделаю фотку, укладывают плитку, лифтовой холл, гипсокартон, вот, счетчики на тепло, разводка, в полу все, это для пожаротушения трубы, здравствуйте, шпаклюете? Да. Сверху положат напольное покрытие, вы этого ничего не увидите, качество. Ох ты, уголовок даже есть, ну, ничего себе. Здравствуйте. Ох, как тепло тут. О, вы тут бутовку сделали? А здесь двухкомнатные квартиры есть? Двухкомнатные или все однокомнатные? Нет. Все однушки? Все, да. Здесь отдыхаете, да, ребят? Здрасте. Здравствуйте. Напомню, в Черной речке, а нет, в Терри, в Терри я видел строителей, которые живут в домах людей. Та-ра-та-та-там. Крученок. Здрасте. Здрасте. И в ЦДСе живут строители в этих же домах. Надо делать рекламу. Наши строители живут в ваших квартирах. ЦДС. Строим для жизни. Да-да-да, видите, какие там ветром кусок бетона отвалился и на какой-то веревочке держится. Как-то странно, а вот эта блок-секция еще закрыта. Здравствуйте. ИНТРИГУИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Офигеть, этот штукатурный слой Прорезали Окно в Европу Здрасте Ах, видно плохо О Понятно, да, все? Кровати принесли Друзья, со звуком все в порядке Я просто от увиденного замолчал Мне нужно это немножечко переварить Я думаю, вам тоже Пройдем проверенным путем обратно Я не против, когда строители живут в квартирах Но когда они живут в своих квартирах Либо в тех квартирах, которые они взяли в аренду Но когда они живут в недостроенном доме Сданном, либо не сданном Это, друзья, реально не очень здорово Я бы не хотел, чтобы в моей новой квартире До меня уже кто-то пожил Готовил там еду На моей кухне или в комнате Ну, все остальное О! Двухкомнатная квартира Здесь в дальнейшем будут автоматы Комната, комната И это, я понимаю, кухня В ванная комната Здесь уже плитка Сделали проем А, это комната, друзья Нет, не комната Это кухня Кухня Я понимаю, что вентиляцию потом вырежут Да? А нет, друзья Вот она, кухня Вентиляция Вижу электричество Канализация Сантиметр 4 штукатурки Но вам скажу, что это очень много Видно, что ее наносили не в один раз Противопожарное кольцо Или муфта, как она называется Она слишком высоко Здравствуйте Ох, красоту какую собираете Это как про... А, это все, я понял Это для ванных, да, вы здесь собираете? Вот и вся двухкомнатная квартира Керзанит О, это все квартиры О, смотрите Класс Да, вот кто купил Классный вид Может с соседом здороваться За солью в гости даже не ходить Так через окно передадут Начало осмотра Не позорились бы реально Не показывали бы это людям Делали бы, строили бы качественно Вопросов бы не было Вот был у Сетла Почему у них такого нет? А здесь и есть И Сетла все С может с каждым проектом Как-то все хочет сделать лучше и лучше А здесь все почему-то хуже и хуже Друзья, напомню, что совсем недавно Центробанк России понял Ключевую ставку до 20% Кредиты все выросли Автокредиты в том числе Тоже выросли Цены взлетели Как на недвижимость Так и на автомобили Часть застройщиков Решила просто Приостановить продажи Что я считаю сделали правильно Часть застройщиков наоборот Делают спекуляции на рынке То есть ввиду Того, что люди Кинулись в последние сбережения Тратить на то, чтобы Приобрести недвижимое Чтобы сохранить свои деньги Поэтому, друзья Будьте внимательны Не ведитесь Нужна помощь Обращайтесь Не нужно покупать Первое попавшееся Даже В нынешней ситуации Я бы здесь точно не купил Обратите Какое огромное количество машин Отсутствие Озеленения Убогие фонари Освещения И вот это вы будете видеть Каждый день Берегите себя Берегите себя От тех объектов Которые точно не стоит Приобретать Которые потом Тяжело продать Есть объекты Тоже эконом-класса Но есть дешевле Я рекомендую сейчас Приобретать Самое недорогое жилье Которое уже застройщик сдал Либо оно вот-вот На сдаче Потому что Что будет завтра Мы, к сожалению С вами Не знаем И для того Чтобы сберечь Свои деньги Чтобы они не превратились В муку В труху Нужно очень взвешенно И грамотно Сейчас к этому подходить Не нужно кидаться На первый попавшийся объект Нужна помощь Звоните И не забывайте о том Что приобретая Недвижимость Со мной Вы помогаете Развитию Моего канала Чтобы я делал Такие же Объективные Обзоры На новостройки И не только Друзья Вот честно Напишите в комментариях Как вам понравилось Качество строительства Приобрели бы здесь Квартиру или нет На самом деле Сейчас даже Вот на это все Вообще не смотришь Лишь бы купить Чтобы купить На те деньги Которые есть Но в этот бюджет Можно купить Выбрать Другие объекты Если вы хотите Новостройки Либо Купить Можно Вторичное Жилье На котором Уже давно Есть документы Там кто-то жил И даже Есть ремонт Ее можно сдавать Еще и получать Аренду Друзья Обязательно Подпишитесь На канал Поставьте лайк Не ставьте дизлайк Поделитесь Ссылкой На это видео Чтобы его Увидело Как можно Больше Жильцов Больше людей А я с вами Как обычно Не прощаюсь А говорю До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok